Всем привет, с вами Клеопатра! В Клэше существуют очень необычные и странные кланы, и я сегодня постаралась составить топ-5 рейтинга, топ-5 самых странных, самых интересных и необычных кланов. За идею данного ролика огромное спасибо моему подписчику Рамазану Донкоеву, ну а мы с вами начинаем. Итак, пятое место в моем рейтинге сегодня занимает клан Саваж 7. Клан 12 левла и на первый взгляд ничего необычного в нем нету. Однако же, если мы далее полистаем участников этого клана, то наверное сразу бросается в глаза две вещи. Во-первых, что все здесь сидят в Титане, это уже интересно, а во-вторых, мы с вами видим, что практически у всех довольно низкие левлы. Это становится вдвойне реально интересно, почему же так, кто же тут находится и какие тут тыха. И если мы с вами теперь полистаем по порядку участников, то мы увидим, что в данном клане находится только тыха-7. Тыха-7, которые сидят в Титане. Ну в общем, вы наверное уже предугадываете, сколько времени и сил тратится на это дело, но именно благодаря этому клан Саваж 7 знаменит, и я думаю, что протонов 90 из вас наверняка слышали, а может быть даже и встречались с игроками данного клана в глобале, на фарме, ну либо еще где-нибудь. В общем, такой вот интересный клан с такими интересными игроками, которые тратят действительно уйму времени для того, чтобы держаться в Титане, но тем самым о них все знают. Едем дальше, четвертое место. На текущий момент я нахожусь на аккаунте у Рамазана, который и предложил идею к этому ролику, и если мы откроем его закладки, посмотрим клан, который недоступен, красные буйволы второго левла, то опять-таки на первый взгляд ничего странного мы не увидим. Был какой-то клан, сыграли они 4 войны, 2 из них выиграли подряд, но и потом клан распался. Казалось бы, все как обычно. Однако же, если мы теперь с вами нажмем на кнопочку «Ход войны», то мы увидим то, что клан ни разу не воевал. И вот это на самом деле уже становится интересно. Как же так? Написано, что выиграны воины, серия побед есть, но клан ни разу не воевал, и сколько бы раз я не нажимала, ничего абсолютно не меняется. В этом на самом деле тоже заключается некоторая странность. Мне стало очень интересно, почему так происходит, и мы даже с командой моих подписчиков, соклановцев, ребят из Академов, также ребят из Клэш Рояля, собрали небольшой состав, 10 человек, и решили провести свой собственный тест. А тест этот заключался следующим. Мы создали отдельный клан, назвали его «Test for Cleo», провели в нем одно КВ, и после чего дружно вышли. Однако же, не забыли оставить данный клан в закладках. Наша задача была проверить, сохранится ли ход войны после того, как все люди покинули клан, однако же, там было сыграно какое-то КВ. Либо же, все-таки, клан «Красные буйволы», который я показала чуть раньше, является каким-то забагованным, и в нем какая-то ошибка. Окей, вы видите, что я вышла из клана, посмотрела на сам клан, ход войны действительно отображается, и на первый взгляд кажется, что да, вроде бы в «Красных буйволах» действительно какой-то баг, и, скорее всего, это очередной такой необычный, странный клан в Clash of Clans. Однако же, понаблюдав за данным кланом еще немного, я заметила одну интересную особенность. Вот сейчас уже прошло довольно длительное время, а на самом деле хватает буквально одного дня, и если мы с вами снова откроем данный клан, то, казалось бы, да, все так же, как и было, но теперь при нажатии на кнопочку «Ход войны» у нас выскакивает опять-таки та самая запись, что этот клан ни разу не воевал. В общем, в чем фишка? Фишка в том, что если вы покидаете клан, у вас там были какие-то войны, то буквально на сутки сохраняется ваш варлок, после чего клан автоматически как бы обнуляется, стирают всю информацию о нем, то есть, по сути, чистят кэш, и после чего уже происходят всякие такие различные баги с данным клана. Кроме того, вы не можете найти данный клан по хэштегу, он вообще никак не ищется, вот, собственно, давайте сейчас попробуем его найти, и вы увидите, что ничего не найдено. То есть, в общем, во всех базах удаляют данный клан, хотя вот, например, в закладках он у меня есть, но опять-таки нажимая на «Ход войны», мы с вами ничего не видим. Третье место в моем топе занимает клан «Фермеры». И здесь сразу бросается в глаза то, чем необычен данный клан. Необходимое количество трофеев для вступления – 9999. Соответственно, кланы у нас открыты, потому что, ну, кто ж вступит в этот клан с таким количеством трофеев, но это уже действительно настораживает, и становится очень интересно, почему же именно так. А кроме того, если полистать состав данного клана, у меня складывается впечатление, что в клане играет один и тот же человек, который создавал себе 10 аккаунтов, так сказать, смурфиков, и после чего уже успешно дошел до 8-го левла, играя такие вот небольшие квшки 10 на 10. Тоже очень довольно интересный клан с интересным количеством трофеев, ну, а мы с вами продвигаемся далее. Второе место в моем топе занимает клан 13-го левла, из Испании. Хорошая статистика, большое количество участников, и, наверное, вы заметили, что у многих здесь легендарная лига. Наверное, тут сидят ТХ-6 в легендарке, подумаете вы, однако же нет, все-таки до такого еще клэш не дошел, и здесь дело абсолютно в другом. А дело здесь в том, что в данном клане находится не один глава, а целых два. Это уже реально становится очень интересно, и вот как раз-таки давайте посмотрим на них более подробно. 23-й номер ТХ-11 глава клана из Испании, вот, собственно, сейчас вы видите его профиль перед глазами, ну, а теперь, если мы немножечко вернемся назад, и посмотрим на 5-й номер, Элой. Также ТХ-11, и также глава абсолютно того же клана. Таким образом, получается, что в этом клане на текущий момент находятся целых две главы, и что, конечно, ненормально для клэша, ибо все-таки глава в клане должен быть один, а не два и более. И, наконец, первое место клан, который закрывает сегодняшний рейтинг необычных и странных кланов, это клан 14-го левла NoWals. По названию сразу становится понятно, что в клане все участники сидят без забора, и на самом деле вы не подумайте, что это какие-то дисбалансеры, нет, это абсолютно адекватные прокаченные игроки, у которых есть инферно, арбалеты и весь полагающийся деф, но, однако же, ни на одной базе в данном клане нету забора. Именно этим кланы отличаются от других, именно в этом его фишка, поэтому такое название, и именно такие профили принимают в данный клан. На самом деле, вот все эти кланы, каждый по-своему интересен, и каждый имеет какую-то определенную изюминку, и в каждом есть что-то свое особенное. Если вам понравился данный ролик, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, а возможно вы тоже знаете еще какие-то интересные кланы, которые не вошли в сегодняшний обзор. Обязательно пишите их хэштеги, ну а хэштеги всех сегодняшних кланов я, конечно же, оставлю в описании. Всем хороших войн, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok